Доктор Закир, вы сказали, что в Коране нет ошибок. Я нашел более 20 ошибок в арабской грамматике. И я вам сейчас перечислю некоторые из них. В суре Аль-Баqara и в суре Аль-Хадж говорится Какой вариант является верным? Ас-саби-ун или ас-саби-ин? Это первый вопрос. Второй. Брат, по одному вопросу, пожалуйста. В суре Та-ха в 63-м аяте говорится Неправильно. Вы это тоже можете объяснить? Есть и еще ошибки. Брат, мы примем только один вопрос. Второй не принимается, чтобы дать и другим шанс задать вопрос. Хорошо. Хорошо. Брат задал интересный вопрос. Я бы выслушал весь перечень 20 грамматических ошибок, но в данном случае он ссылается на книгу Абуль Фади под названием «Является ли Коран безошибочным?» Так? Да. Аль-Хамдулиллах, у меня хорошее зрение. Я сразу отвечу на все 20 претензий. Потому что я прочитал эту книгу. Я отвечу на все 20, иншаллах. Иншаллах. Первый момент. Следует отметить первый момент. Вся арабская грамматика вытекает из Корана. Коран является высшим совершенством арабской грамматики и литературы. Коран является источником всей арабской грамматики. Коран – это учебник по грамматике. Грамматика вытекает из Корана. Следовательно, в Коране не может быть ошибок. Это первый момент. Это первый момент. Второй момент. Второй момент. Это все равно, что вы взяли линейку с разметкой и стали утверждать, что ошибка в разметке. Никакой логики. Второй момент. В разных племенах Аравии Вы сами знаете, арабский и доктор Уильям Кэмпбелл согласится со мной. В разных племенах говорят с грамматическим различием. В одних племенах одно и то же слово может быть женского рода, в то же время, как в других оно мужского. В разных племенах грамматика разная, даже род слов разный. И вы считаете, что Коран можно сравнивать с какими-то племенными искажениями в грамматике? Более того, высокая степень красноречия Корана не имеет равных. Он превосходит все книги. Сегодня в интернете вы найдете 12 грамматических ошибок, 20 грамматических ошибок или ошибки Абуль Фадии. Неужели вы думаете, что христиане сами сидят и записывают все эти ошибки? А вы знаете, кто приводит эти ошибки? Сами мусульмане. Мусульманские ученые, как Азземахшари, сами говорят нам, что грамматика Корана настолько превосходна, что она противоречит общепринятой грамматике арабского языка. Грамматика Корана настолько превосходна, что с целью как-то продемонстрировать это, ученые сами приводили примеры. Приведу вам пару примеров, которые ответят вам на все 20 претензий. В Коране приводится, что люди люто, мир ему, отвергли всех пророков. То есть дословно говорится, что они отвергли посланника. Доктор Уильям Кэмпбелл утверждает, что люди ноя отвергли посланников. Исторически нам известно, что им был послан только один посланник. Выходит грамматическая ошибка, и что в Коране, по идее, должно быть сказано, что люди отвергли посланника, а не посланников. Да, я согласен. С учетом грамматики, используемой нами, простыми людьми, это выглядит ошибкой. Но если мы почитаем работы арабских писателей, то увидим красоту Корана. Мы поймем, почему Коран говорит о посланниках во множественном, а не в единственном числе. А знаете почему? А все потому, что мы знаем, что главная суть призыва всех посланников была одна и та же. Что есть только один Бог, призыв к таухиду, призыв к Аллаху, субханаму и Тааля. Когда говорится, что люди люто, мир ему, и люди Нуха, алейхиссалям, отвергли посланника, что люди отвергли люто, мир ему, под этим подразумевается, что они отвергли всех посланников. Какая красота. Какая риторика. Альхамду лилях. Вам покажется, что это ошибка, но это никакая не ошибка. Некоторые утверждают, что упомянутая в Коране фраза «кун фаякун», «будь и это сбывается» ошибочно. И правильно было бы «кун фа кана», «будь и это сбылось». Понятно, что «кун фа кана» — это прошедшее время на арабском. В отличие от «кун фаякун». Но «кун фаякун» несет еще более глубокий смысл. Это сразу подразумевает власть Аллаха в прошлом, настоящем и будущем. Ас-саляму алейкум у рахматуллахи у баракату. Аллах сказал в Коране, «Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах. Где бы вы ни были, Аллах соберет вас вместе. Поистине Аллах всемогущ». Дорогие братья и сестры, по воле Аллаха, YouTube активировал нам функцию спонсорства. Теперь вы можете сами стать активным участником исламского призыва на канале Мишин Дауа, став нашим постоянным спонсором. Для этого просто нажмите на кнопку «спонсировать» под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. В зависимости от выбранного уровня вы получите дополнительные привилегии, в том числе и ранний доступ к некоторым видео на канале. Присоединяйтесь к нашей команде, примите прямое участие в исламском призыве на канале Мишин Дауа, станьте нашим спонсором и да примет от вас Аллах.